Синайя Синайя Территория воров, нищих и публичных женщин Здесь пароли крестьян и здесь бунтовали Но здесь и торговали, площадь всегда была известна как один из крупнейших в городе рынков Не ходи в Апраксин вор, там сидит на оборе вор Отправляйся на Синую, там обвесят и надуют А еще Синайя трактуется некоторыми телевизионщиками как место черных сил На территории площади некогда был дремучий лес Где происходили загадочные вещи, где пропадали люди А это база для создания всей дальнейшей словесной пурги С привлечением экспертов и свидетелей, которых играют третисортные актеры Вот книга «Садовая улица» за авторством Бориса Синюхаева 1974 года Из серии «Туристу о Ленинграде» Площадь мира, так тогда называлась Синайя площадь Описана в книге следующим образом Синная площадь возникла в 1737 году Когда на заболоченном участке к северо-западу от большой перспективной дороги Позднее Невского проспекта Были вырублены редкие деревья и кусты И был разрешен торг сеном, а также соломой и дровами Как вы понимаете, редкие деревья и кусты С дремучим непроходимым лесом, где пропадали люди Ну никак не соотносятся После 10 июня 1999 года Павильон станции метро «Синная площадь» был прозван бескозыркой Это черный юмор В этот день на головы ничего не подозревавших пассажиров Обрушился пятиметровый бетонный козырек Кто-то усмотрел здесь наказание божие Но бог ни при чем Обыкновенный недосмотр строителей и проектировщиков Хотя подмывает назвать это божьей карой Ведь территория, ныне занимаемая зданием метрополитена Принадлежала когда-то Успенской церкви Называемой в народе Спасом Носенной Строение это неразрывно связано с именем Савы Собакина Ставшего впоследствии Яковлевым Не блещет серебро вскупой Земле лежащей сокровенным Скопихин, враг его ты злой Под Скопихиным Державин подразумевал Саву Яковлева Это был предприниматель, который начал с торговли телятиной в разнос А к концу жизни имел больше 20 заводов на Урале Выплавлявших медь, железо и чугун Он был мещанином Собакиным А стал по распоряжению Екатерины Второй дворянином Яковлевым Однако сначала отношения с новоиспеченной императрицей у Савы не сложились Одна из городских легенд гласит о том Что он отказался угощать народ халявной водкой в день ее восшествия на престол За это Екатерина наградила его чугунной медалью Весом в 16 килограмм Которую заставляла носить по праздникам Народ смаковал эту историю, злорадствуя по поводу скопидомства Яковлева Дело здесь возможно не столько в его жадности Сколько в нежелании поддерживать Екатерину Которая свергла его любимого императора Петра Третьего Сава Яковлев был тщеславен Но он не был запредельно скуп Именно на его деньги была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади Здесь помещалось без малого 5000 человек Колокольня возносилась на 40 метров Учитывая низкую этажность домов Можно представить, как перекликалась эта высотная доминанта со шпилем адмиралтейства Эта вертикаль была весьма кстати Она обозначала въезд в город для тех, кто попадал сюда по царскосельской дороге Выезжая на Обуховскую улицу, как тогда называлась часть современного московского проспекта от Фонтанки до Сенной Приезжий миновал Сенной рынок и поворачивал направо, чтобы проследовать по Садовой до Невского Он оказывался перед своеобразными пропилеями, двумя практически идентичными портиками Слева гауптвахты, о которой мы еще поговорим, справа церкви Успения Разрушив церковь, разрушили и этот цельный архитектурный ансамбль После чего здание гауптвахты осталось торчать наискось в углу площади, как не пришей к кобыле хвост Известный бытописатель Пыляев записал следующий анекдот На колокольне, что неудивительно, висели колокола Самый большой из них весил 542 пуда Его опоясывала надпись Асессора Савы Яковлева в церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Сенной Народ поговаривал, что в этот колокол можно звонить только с позволения самого купца Что язык его, который, кстати, один только весил 17 пудов, невозможно сдвинуть не из-за тяжести, а из-за цепии, которой он прикован к стене И что ключ от замка есть только у Савы Яковлева И когда он захочет, он его дает, а когда не захочет, не дает Церковь была притягательным местом для нищих и попрошаек Вот как описывает Всеволод Крестовский эту братью, собравшуюся на паперте Группа простоволосых босонугих девчонок и мальчишек от 5 до 12 лет В лохмотьях со спущенными рукавами, в которых они отогревают свои закоченелые от холода руки То есть одну какую-нибудь руку, потому что пока левая греется, правая остается протянутой к вам за подаяние А больше все на одной ноге толкутся, ибо пока одна ступня совершает свое естественное назначение Другая, коммульсивно съежась и скорчась, старается отогреться в висящих лохмотьях Все эти мальчишки и девчонки, еще спеленно вреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступления Это либо будущие кандидаты в тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, который застигает их очень рано Если еще раньше разврата не застигнет их смерть Часто случается, что нищая девочка, едва дойдя до 12-летнего возраста, иногда еще и раньше, начинает уже в мрачных трущобах сенной площади За самую ничтожную плату отдаваться разврату Это, пожалуй, один из самых жестких пассажей романа, поскольку связан с детьми Далее идет описание уже так называемых патентованных, то есть профессиональных нищих Их подробно описал уже другой известный журналист второй половины 19 века Владимир Михневич в своей книге «Язвы Петербурга» Уличные и профессиональные нищие прибегают нередко к подделкам и рекламам, выработанным практикой нищенского промысла Есть искусственные поддельные калеки, мнимые и слепые, глухонемые и прочее Нередкие несчастные вдовы-матери с больными ребятами на руках и сдающими жалобный писк Вынуждаемые подчас в бойку минуты промысла щипками и тычками, тем более нещадными Что чаще всего у этих мнимых матерей ребята не свои, а взятые на прокат У какой-нибудь своей же сестры-нищенки Бывает так, что у чадолюбивой вдовы-нищенки вместо живого ребенка завернута здоровая и безгласная полена Как мы видим, спас на сеной был средоточен простой публики, среди которой были мастеровые, мелкие торговцы, крестьяне из предместий, которые привозили товар на рынок и, конечно же, вся эта окрестная шушера, золотая рота или сокращенно золотородцы Так в начале 19 века иронично называли арестантов, а затем оборванцев и голодьбу Помните в золотом теленке Остап кричит по Никовскому «Молчать, золотая рота!» Постреволюционная история церкви вдвойне трагична Она пережила волну разрушений храмов в эпоху Сталина Она выстояла в блокаду, она дожила до Хрущевской оттепели И ее такие взорвали в 1961 году При том, что существовали как минимум два альтернативных варианта постройки здания станции метро Площадь Мира Проектировщики склонялись к тому, чтобы устроить ее на противоположной стороне площади Более того, сама министр культуры Фурцева прислала в Ленинград письмо запретом разрушать здание исторической и культурной значимости Но тогдашний главный архитектор города Валентин Каменский решение уже принял Церковь, несмотря на запрет сверху, была взорвана А образовавшийся строительный мусор пошел на засыпку котлована при строительстве другой станции метро Горьковской Сейчас на том месте, где когда-то был храм, стоит часовня Есть проект восстановления Спаса на Сеной И хочется верить, что он осуществится Субтитры создавал DimaTorzok